Мы зарабатываем в твердой валюте за границей. Кризис нам на руку. Случился очередной дефолт, и я купил квартиру в Москве за полцены. После обмена евро BMW у дилера стала стоить дешевле, чем в Германии. Естественно, я купил. Сколько должно быть кризиса в моей стране, чтобы набить оскомину и стать умней? Тема сегодняшнего видео – это обзор пяти самых стабильных валют в мире, на которые меньше всех повлияли цена на нефть и эпидемия, и в которых я настоятельно советую вам зарабатывать. Швейцарский франк славится своей стабильностью. Швейцария является банком Европы. Сбережения олигархов всего мира преимущественно лежат в швейцарских банках. Страна не участвует в скандалах и сделках, так как не состоит ни в одних союзах, в том числе ЕС. Все это позволяет франку быть стабильным. Так, например, в свете последних событий швейцарский франк по отношению к доллару менялся максимум на 0,06 пункта. Евро – грамотная экономическая политика стран ЕС. Евро зачастую дорожает, а не дешевеет. Ко всему прочему, политика всех участников Союза направлена на взаимопомощь и поддержку. Это позволяет евро оставаться на плаву и не падать в условиях нынешней обстановки в мире. Соотношение евро к доллару за последние полгода не изменялось более чем на 0,05 доллара. С учетом того, что страны Европы принимают участие во многих геополитических вопросах, такие незначительные колебания действительно достойны похвал. Норвежская крона – еще одна стабильная валюта, несмотря на падение цен на нефть. Норвегия является страной ЕС и имеет сторонние доходы, помимо добычи сырья. Например, рыбный промысел. Это помогает норвежской кроне держаться на плаву. По отношению к доллару, курс кроны снижался на 0,1 доллара. Чуть больше, чем у других валют, представленных в списке. Однако падение минимальное. Шведская крона – стабильная валюта. В конце марта она выросла в цене всего на 0,15 доллара. После вернулась на 0,1 доллара. В принципе, стабильности шведской кроны всегда можно было позавидовать. Последние 10 лет – это одна из лучших валют для инвестиций. А сохранность средств в шведских банках соперничает со Швейцарией. Австралийский доллар. Сильных колебаний курс никогда не испытывал. Так же, как и польские злоты и японские иены. Напишите в комментариях, в какой валюте вы хотите зарабатывать.